1160 километров пути на лыжах и в пешем порядке там, где отсутствовал снег. В команде 30 десантников. Среди них и представительница прекрасного пола Анастасия Кузнецова. Выносливость вырабатывала годами с первого курса училища, поэтому участвовать в марш-броске решила без промедлений. Проверить себя, ведь девушка служит в элитных воздушно-десантных войсках. Поблажек не было. Команда Анастасии стартовала из Иваново позади Кострома, Ярославль, Рыбинск, Вологда, Череповец и Дубна. Остановка Воденцова и до Москвы рукой подать. Месяц в пути. Старт был дан 1 февраля и одновременно с восьми точек начался комбинированный марш-бросок. Мы проводим торжественные мероприятия, посвященные марш-броску комбинированным способом в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования воздушно-десантных войск. А всего по России участвует почти 300 десантников, среди которых 7 команд гвардейских воинских частей и соединения ВДВ, но и молодые курсанты Рязанского высшего военного училища. Лыжный марш-бросок прошел через 100 городов, из них 14 воинской славы. Общая протяженность маршрута почти 8 тысяч километров. В Одинцове ивановские десантники показали мастер-класс по рукопашному бою и владению холодным оружием. Продемонстрировали десантный парашют Д-10 и новейшую боевую экипировку «Ратник». Молодому поколению армейская тема всегда интересна, а повар батальона обучил всех желающих приготовлению солдатской каши и витаминного чая. Это еще один секрет выносливости бойцов. Привал был недолгим, оставалось еще 40 километров пути.